Как можно использовать овес для укрепления здоровья? Какие блюда и напитки с ним будут наиболее полезны? Что и как нужно готовить? Обо всем этом вы обязательно узнаете, если досмотрите выпуск до самого конца. Овес – это один из самых полезных продуктов, созданных самой природой. Но и после обработки на предприятиях мы получаем возможность готовить питательное и лечебное средство в домашних условиях. Для чего можно использовать овес? Самое популярное направление для использования цельного овса в неочищенных зернах – это восстановление функций печени. Результат достигается устраиванием в ткани фосфолипидов и различных аминокислот из состава овса. В случае с имеющимися повреждениями или гибелью печеночных клеток, прием отвара овса позволяет заместить их функции. В дальнейшем курс лечения позволит тканям постепенно восстановиться. Как бы это ни прозвучало, отвар овса помогает излечить даже самые тяжелые заболевания, типа цирроза печени, запущенной желтухи, обширной язвы желудка, вплоть до полного закрытия внутреннего просвета между ним и кишечником. Все эти патологии могут быть успешно излечены обычным отваром овса. Дополнительный плюс – это низкая цена за пакет овса в аптеке, что на фоне других препаратов делает такой способ оздоровления особенно привлекательным. Как правильно готовить полезный настой? Основная рекомендация одного из самых популярных производителей. Один стакан овса нужно залить полутора литрами чистой воды. Ее нужно довести до кипения и оставить на слабом огне в течении получаса. Затем перелить смесь в термос и выдержать еще 12 часов. 5. Пить готовый настой в любых объемах вплоть до замены всех других напитков. Чего можно ожидать от курсового лечения? Конечно, за один раз можно готовить отвар сразу на несколько дней вперед. Обычные термосы имеют небольшую вместительность, но при серьезном настрое на предстоящее лечение теперь есть возможность купить гораздо более вместительный. Желательно только лучше изучить те или иные варианты, поскольку некоторые из них слишком плохо удерживают необходимое тепло. Как еще можно использовать овес? Другое доступное средство – это самые простые овсяные хлопья геркулес. Кисель, приготовленный на их основе, станет хорошей заменой или дополнением к лекарствам при неспецифическом язвенном колите, болезни Крона и других трудоизлечимых заболеваниях. 6. Изобретение было создано и запатентовано врачом Владимиром Кирилловичем Изотовым. Он занялся всем этим после перенесенного клещевого энцефалита, результатом которого стало приобретение множества хронических отклонений в состоянии его здоровья. Лекарства почти не помогали, а овсяный кисель вернул его к нормальной жизни. Конечно, такие тяжелые случаи требуют длительного приема. При более легких заболеваниях можно ожидать быстрого укрепления здоровья. Как готовить такое средство? Потребуется взять трехлитровую банку и насыпать в нее овсяные хлопья от одной трети до половины объема. Затем залить их прохладной кипяченой водой. В качестве закваски нужно добавить около 100 миллилитров живого кефира или простокваши. Далее поставить банку на 2-3 дня в теплое место, исключив прямой солнечный свет. После завершения процесса вбражения овсяный кисель необходимо процедить через сито. Оставшийся жмых следует промыть в небольшом количестве – 2-3 ввод и смешать полученную жидкость с основным объемом. Затем дать смеси хорошо отстояться. Плотный нижний слой потребуется отделить от прозрачного верхнего. Сделать это можно, отсасывая его грушей и сливая в отдельную емкость. Так получится концентрат, который нужно хранить в холодильнике. Из него можно готовить напиток, смешивая несколько ложек с двумя стаканами воды и уваривая до желаемой консистенции. Но можно и просто доводить смесь до кипения и пить готовое средство в теплом виде на завтрак вместе с кусочком ржаного хлеба. Для улучшения вкуса рекомендуется добавлять немного сливочного масла.